Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В нашей передаче мы стараемся говорить самыми простыми словами о нашей вере. Великий пост приближается, и одна из подготовительных недель к Великому посту — это неделя о блудном сыне. И тема этой притчи, которую некогда Христос рассказывал своим ученикам — возвращение сыновства. Не просто делается акцент на том, что сын блудный куда-то ушел и должен вернуться, а речь идет о том, что есть отец и есть сын, и когда сын хочет назваться наемником, вернувшись к своему отцу, отец ему говорит, что «ты сын, и на меньшее я не согласен». И вот эта вот тема сыновства, тема отцовства, тема дома и тема сиротства, она пролегает, наверное, через все Евангелие. Она пролегает, в том числе, и через всю культуру человеческую. Человек, наверное, единственное существо, которое нуждается в доме. Вот сегодня мы поговорим о теме сиротства, как о культурной проблеме, как о философской проблеме, как о феномене, с нашим гостем Дмитрием Анатольевичем Герасимовым. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, отец Сергий. Я рад, что на телеканале ГИС есть такая программа, и мы можем обсуждать такие важные вещи для человека, для человечества даже. Я отрекомендую вас для наших телезрителей, потому что вы впервые в нашей программе. Дмитрий Герасимов, генеральный директор фонда благотворительного «Молодежь, семья, нравственность». Ведущий передачи на радио «Самара Максимум» программы «Ясность». И, кроме всего прочего, в наших титрах нашей передаче обозначено, что вы просветитель. До нашей передачи, когда мы обсуждали ваш статус, вы категорически отказались от наименования педагога, потому что это профессия, это то, на что нужно учиться и получать какой-то диплом. Но просветитель – это некое служение, служение христианское. И вот этим просвещением вы занимаетесь среди молодежи, среди школьников, среди студентов. В социальной сети видно, сколь активна эта деятельность и как много вас слушают. А меня привлекло то, что вы с детьми, по сути дела, говорите о каких-то очень сложных вопросах, но очень предельно в простых словах, простых ясных терминах проясняете жизнь для них. С одной стороны. С другой стороны, когда мы с вами договаривались о сегодняшней встрече, мы говорили о том, что вы любите, ну как не то, что любите, но вам очень отрадно, радостно и светло общаться с детьми-сиротами, с детьми как раз без дома. И я просто для наших телезрителей сейчас проясняю, почему вообще возникла тема поговорить про сиротство. И вообще возникла мысль про то, что ведь это действительно то, что страшит нас больше всего. Остаться одинокими, остаться без дома и быть никому не нужным. И это тема, которая роднит, объединяет всех людей, всех рас, всех поколений, всех эпох. Во все времена человечество боится именно этого. Человек боится именно этого. Человеческая жизнь самостоятельно начинается с того, что он обустраивает жилище так, как ему комфортно, так, как ему удобно. И это жилище должно не пустовать, в нем обязательно должен быть круг неких близких людей, с которыми бы он разделял это пространство жизни. А значит, сиротство – это не только проблема тех детей, которые остались без родительского попечения. Это проблема, с которой сталкиваются даже вполне себе благополучные уже зрелые взрослые люди. Могут при этом иметь родителей, могут при этом иметь семью, жену, детей, мужа детей. Но при этом есть какое-то такое царапающее сердце, чувство одиночества, тоски. И зачастую, если человек не религиозный, он не может понять в полной мере, почему он тоскует. Вот почему мы решили поговорить на эту тему. Давайте мы начнем с каких-то очень простых и ясных вопросов. Простые они для обывателя, для обывательского ума. Но непростые, когда начинаешь о них действительно задумываться, и когда вопрос за вопросом возникает к этой теме. Почему так важен дом? Почему так важен для человека отец, родитель, которого мы ищем, тоскуем по нему, как вот тот самый блудный сын? Дом изначально, мне кажется, это какое-то место, которым мы можем выдохнуть, успокоиться, отдохнуть. Мы где-то что-то там добываем, где-то что-то там кому-то доказываем, или с кем-то общаемся, понимаем, не понимаем, и думаем, ну все, у меня сил больше нет. Батарейка моя садится, пора. Все, самолет должен куда-то приземлиться. И вот это место, где спят самолеты, если в аллегории, да, в этой, где, ну, человек приходит, снимает с себя вот костюм парадный там любой, и он остается таким уязвимым. Ну, если не говорить сейчас оголенным, но все-таки, да, мы какие-то беззащитные дома, потому что мы не должны больше думать, как мы правильно должны выглядеть, что мы должны причесаны быть, не причесаны. Нет, я не говорю о том, что как-то безалаберно должен выглядеть человек, но все-таки он успокаивается. У человека вообще быть самим собой, для человека, это крайне сложно в наше время, да, когда вот сейчас многие говорят о консюмеризме, как бы, о таком взвешенном взгляде, оценивающем, так, во что ты одет, что ты тратишь, как ты, насколько ты, значит, как с тобой разговаривать в зависимости от того, как ты потребляешь, да, эпоха потребления. Да и другие есть тоже взгляды, да. Вот одна мама мне сказала, видите шубу, в которой я стою? Я говорю, ну, знаете, сколько она стоит? Я дальше, она говорит, ну, так вот, чтобы мне ее иметь, мне нужно на нескольких работах быть. А разговор у нас начался о том, что ее дочь, 9 лет ей было, она сказала, ты меня не любишь, и я тебя ненавижу. И мама мне подошла и сказала, как? А мы в лицее достаточно таком были, я там тоже читал лекцию, и вот она меня остановила и говорит, почему, почему она так сказала? Я говорю, ну, возможно, вам нужно больше с ней время проводить. Она говорит, сколько вы время с ней проводите в день? Она говорит, ну, минут там 15-17, качественно, вот мы с ней общаемся. А все остальное время я то готовлю, то я на работе, то еще где-то. Я говорю, ну, увеличьте там 10 раз. Она говорит, ну, как? Вот у меня шуба, у меня там то. А как же я? Я говорю, вот смотрите, вы кладете на чаши весов свой имидж, а на другую взаимоотношения с дочерью. Что для вас важнее? Ответьте сами. Вот мы должны ответить для себя, что для нас важнее. И дом – это то место, где, наверное, все должно как-то вот… Мы снимать должны шубы, мы все должны… И мы должны чувствовать себя там в безопасности. И проблема сиротства, она ведь не только, как вы правильно сказали, у людей, которые не имеют родителей. Они имеют их, но они с ними не общаются, или они не получают от них то, что им нужно. Вот этой заботы, вот этой любви. И даже, кстати говоря, у религиозных людей часто не получается почему-то. Может быть, из-за того, что они как раз вот смотрят на Бога, как на того, кто, как их родители, не дали им вот этой заботы, этой любви. И они оказываются дома, где тоже должны что-то доказывать, что-то объяснять. Мне вот кажется, что вообще проблема в том, что для большинства современных людей категория дома перестала быть категорией культура образующей, смысла образующей. Вот я уж как это с профдеформацией со своей, да, священнической вернусь к притче, да. Ведь, ну, мы когда читаем эту притчу про блудного сына, все в ней как бы для нас понятно, все для нас ясно. Сын, неблагодарная скотина, который берет, забирает часть своего имения, наследство, которое, по идее, он должен получить после смерти отца. Значит, он хочет, чтобы, ну, он негласно где-то внутри себя, чтобы отец либо умер раньше, или он уже умер в его сознании. Конечно. Вот, и забрать это наследство, уходит, все проматывает, там, и так далее, и так далее. И какие-то очень важные категории, они остаются на периферии нашего внимания. А ведь Бог, с которым ассоциируется отец, хозяин дома, который не уходит из дома, который бережет дом и готовит дом к возвращению своего ребенка. В этом смысле, если мы расширим границы понимания притчи, то получается этот мир – дом, вот, у которого есть хозяин, у которого есть отец, и который сидит у окна и ждет, когда на горизонте замаячит родная, любимая фигура. Вот, по походке он его узнает. Там тоже интересный момент, что, ну, вот я в преамбуле уже об этом тоже сказал, что, значит, когда сын опустился окончательно на дно, вот, так что из одной кормушки со свиньями готов есть, он внутри себя готовит определенный монолог, с которым он придет к отцу. Отче, согрешил я на небо и пред тобою, и не достоин уже называться сыном твоим, возьми меня хотя бы в наемники. Отец ему дает договорить ровно первую часть. Вторую часть – я тебя наемником видеть не хочу. Вот, ты сын, и никто, кроме сына. И вот это, мне кажется, очень важная такая категория дома. Потому что дом, опять же, если мы расширим просто, не просто стены будем себе представлять, да, или даже не просто место отдохновения, это то место, которое формирует определенное мировоззрение. Дом – это ответственность, дом – это, когда я живу в доме, соответственно, если весь этот мир – дом, значит, рядом со мной не конкурент какой-то, да, соперник и так далее, а рядом со мной брат или сестра, вот, у нас есть отец. Это формирует определенные отношения между людьми и отношения к людям и к миру. И в то же время есть четкое понимание, что у этого дома есть хозяин. Потому что противоположное этому мировоззрению, как мне кажется, это мировоззрение гостиничного комплекса. Когда мы приезжаем в гостиницу, где у нас нет никакой ответственности перед номером, мы можем там нагадить, уйти погулять и знать, что там все за нас приберут. Гостиничных номеров хороших много не бывает, они там 2, 3, 4, там президентский люкс один, а значит, уже рядом со мной стоящий – это не брат, не сестра, а соперник, конкурент, который претендует на тот же президентский люкс. И бог там не хозяин, он администратор, которому я могу предъявлять претензии, которому я могу заказывать музыку, а он должен определенным образом вытанцовывать и мне служить. Ну или мы боимся там шагу шагнуть, потому что это же президентский номер, и тут все такое чистое, ковер, и мы не пользуемся не продуктами в холодильнике, потому что сейчас истратим, вдруг там не так повернем, и мы там, может быть, даже и не лежим на этой дорогой кровати, а ложимся где-то. То есть это тоже такое сиротство, как у второго, да, старшего сына. Ты же все имел. Потом он начал возмущаться, почему тут ты этого проходимца принял, да, там. И тоже сиротство и дух, он ведь выражается еще и в том, что мы не можем пользоваться тем, что бог нам дает. Сопоставимы ли чувства сиротства с чувством одиночества? И как вот вы, возникают ли эти вопросы у молодых людей, то есть у детей? Вот я уже давно в школе не преподаю, преподавал в последний раз в 2005, 2006, 2007. Вот эти три года я преподавал в 38, в 50, в 99 школе. В техникум меня приглашали. Мне кажется, что за это время поменялось или не поменялось? Вот вопрос, формация молодых людей, возникают ли у них вопросы и запросы вообще к взрослому, которому вдруг ни с того ни с сего стало интересно с ними пообщаться. Запрос о том, что я одинок, и как мне быть? Ну, конечно, возникает, если обстоятельства так складываются, что мы имеем возможность, там, ну, как-то поговорить, или, может быть, есть там перемена большая, потому что если урок... Хотя бывает, иногда они не идут на следующий урок, остаются вопросы, их интерес как бы просыпается, да. То есть вот чтобы проснулся интерес, это важно, что если они закрыты, услышали дядю, который умные вещи говорит или, там, пытается с ними быть, ну, как-то понятным для них. Этого недостаточно. Им важно, вот, и мне важно. Это всем нам важно, чтобы какая-то скорлупа, которая нас вот, наша индивидуальная, она немножко разрушилась, и мы могли общаться. Какой-то алкоголик ищет алкоголь, да, вот для того, чтобы раскрепоститься и вообще быть каким-то свободным. Так и любой человек в общении, он хочет доверять. А могу я тебе доверять? А вдруг ты надо мной смеешься там внутри? Потому что так к ним относятся и взрослые, другие взрослые, да. И вот когда есть такой шанс, я думаю, это тоже свыше какой-то, как-то благодать, когда я могу говорить, и меня слушают. И я чувствую, что меня не просто выслушивают, а меня, мне внимают. И даже не мне внимают, а мы все внимаем здесь вот этой истине. Она нас всех как бы объединяет. И нам так тепло и хорошо, что не хочется не уходить никуда. Часто очень подростки говорят, а можно еще урок, а можно еще урок. Ну, это, или придете вы еще, это очень важно. Но сироты сами, конечно, не подходят, они говорят, я сирота, мне одиноко. Так не бывает. Но это происходит вот тоже из общения. Ну, допустим, одна история такая. По окончании лекции, встречи, беседы, я говорю, хотите, можем селфи сделать. Ну, они подбегают, подростки, мы делаем селфи. А девушка, которая, вероятно, хочет со мной пообщаться, не подходит фотографироваться. Я ее зову, пойдем. Она говорит, нет, нет, нет. Ну, ладно, мы сделали селфи, дети уходят, я скручиваю свои провода, оборудование, которое я привожу. И она продолжает действовать. Я говорю, что ты не подошла фотографироваться? Она говорит, я же уродина. Я говорю, подожди, ну, почему это уродина? Ну, как ты? Так вот, я уродина. Я говорю, ну, кто тебе это говорит? Может быть, она говорит, да все мне говорят. Ну, может быть, родители все-таки тебе такого не говорят? Нет, у меня нет родителей. Ну, может быть, друзья, так вот они, друзья, мне чаще всего и говорят. Ну, учителя нет, никто мне не говорит обратного. То есть я ощущаю, вот весь мир для нее, это взгляд вот такой вот пренебрежительный. Понятно, что она, может быть, внешне, да, запускает себя там, излишне употребляя мучного, да, или, может быть, у нее на фоне этого какие-то гормональные там перегибы, да, она выглядит не так уж прям вот стройно. Но уродина, да, вот так вот говорит, я урод, да, там, здрасте, я урод. Ну, как человек, как он может такое сказать? Только если действительно он с этим согласился. Только если это он, это норма, это вот такая данность уже. Даже Ник Вучич, известный, как это, мотиватор его называют, автор книг, он говорит, люди могут думать, что я инвалид, урод. Но я так не думаю. Вот я получил... Вот из чего вырастает такое отношение? Вот интересно. Да, неужели это только лишь посылы внешнего мира? Мне понравилось, как он рассказывал, как один парень подшутил над ним. во время перемены. И сказал, Ник, а у тебя только рук и ног нет или всего остального? А тут уже был такой, ну, предподростковый такой возраст. И говорит, мне хотелось его прямо, ну, злость. Ну, естественно, да, когда нас унижают, оскорбляют, что мы хотим? Но он пообщался с родителями. Вот это вот важная составляющая. И потом у него родилась мысль. Он подходит к этому обидчику и подъезжает, у него такое кресло. Говорит, давай поговорим один на один, как мужчина. А тут здоровый. Ну, давай. Говорит, знаешь, там, ну, как ты его назвал. Вот когда ты про меня такой говоришь, ты знаешь, как мне больно? Знаешь, как мне тяжело? Я хочу, там, все разорвать вообще. Себя и тебя, там, все вообще убить, там, и уйти из жизни. Но я, говорит, понял, почему ты так себя ведешь. Потому что ты никогда не был в такой ситуации, как я. Поэтому я тебя прощаю. Парень опускается, там, на его уровень и говорит, слушай, прости меня, Ник, я просто тупица. Я просто прикалывался. Я не знал, что для тебя так это важно. Извини меня, прости. Ну, все. То есть ситуация сложная. Буллинг, да, как это мы сейчас называем. Травля. Но из нее можно тоже выйти. Когда человек делится своими чувствами. Откуда у него это? Общение с родителями. Общение с родителями. Они тоже говорят, первое время мы хотели отказаться от ребенка. Вот это правильное раскручивание истины сиротства. Когда родители в своем сердце, они не хотят детей. Даже мысль о том, что они, вот у них не вовремя ребенок, да, там, они молодые, хотят еще погулять, повеселиться. А у них, оказывается, ребенок теперь будет. Ой, жаль. Вот это вот неправильно. Сердце как будто, да, как в русской народной сказке, там, к лесу задом. Вот оно разворачивается. Вроде бы ты смотришь на человека, а сердце, оно отвернуто. И это чувствуется. Это чувствуется. Мы же на 60% считываем не слова и интонацию, а именно мимика, жесты, да. И все это понимают. Мы все психологи в этом смысле. Мы все понимаем, когда нас принимают, а когда от нас пытаются отмахнуться. И поэтому вот эта девочка, да, и она просто говорит, я никому не нужна. Я говорю, ну, я стал перечислять всех ближайших людей, всех, кто на нее может оказать влияние. Ну, у всех есть друзья, приятели. Никто, она говорит. Даже родной брат, там, пытается с ней свести счеты, потому что она рассказала, чем он там занимается, там, полиция. И все, эта ситуация просто для нее закрыта. Она под опекой государства формально, которая ее... Она говорит, и все мысли во всем время, как покончить жизнь. Я не хочу жить. Я не знаю, зачем жить. В этом смысле очень похоже на сюжет фильма «Учитель на замену». Не смотрели? Нет. Очень рекомендую. Потому что этот фильм как раз прекрасно описывает вот именно эту ситуацию, когда, ну, может быть, понятно, что главная там тема, тема очень жестокого детского мира, школьного коллектива, в котором тоже как раз полная девочка, у которой есть куча всяких замечательных хобби. Она прекрасно рисует, но это никому не нужно, потому что за всей вот этой ее внешней неприглядностью остается незаметно, что она художник, что она с богатым внутренним миром, что с ней можно поговорить, что она готова слушать и так далее. И в конце... Ну, ладно, не буду распосмотреть. Не буду спойлерить. Ну, вот интересно, родился у меня такое замечание, вывод, что в цепочке, значит, если Бог становится отцом, и мы спускаемся ниже, то в конечном итоге мы в себе тоже должны открыть отца и мать. Конечно. Вот. И вот проблема тех родителей, ну, то есть проблема цепной реакции, да, она порождается, почему рождается ребенок-сирота? Он же рождается не... Естественно, он не рождается сиротой, он же от кого-то рождается, значит, у него, в принципе, есть родитель. Другой вопрос, что на ментальном уровне сознание усваивает, что у меня нет никого, нет ничего, и я никому не нужен. Ну, вот знаете, вот однажды я познакомился с парнем, ему было лет 18 уже. Ну, как познакомился, просто привет-привет. И я ему задаю дежурный вопрос, как дела? Он говорит, все плохо. Почему? Ну, сам посуди, выхожу на улицу, то меня собака укусит, то машина брызгает, то гопники на улице деньги отнимут. Ну, и другие подобные мелкие вещи. Ну, я так дежурно говорю, ну, ничего, ты, чуть-чуть время пройдет, у тебя будет своя семья, все будет хорошо. На что он говорит, а вот слово «семья» мне вообще не надо говорить. Он более грубо сказал, там, с матом. Я говорю, почему? Ну, потому что я вырос в детском доме, а мои родители для того, чтобы я побыстрее отключился, бутылочку из-под молока вино наливали грудным ребенком. Бросали об стенку меня, меня там с гематомами лишили их родительских прав, а меня там, ну, как бы забрали, да, узнали соседи. И я вырос с ощущением, что семья – это что-то ужасное. Это даже анти, да, как бы вот реклама семье. То есть не то, что там чуть-чуть недосмотрели, чуть-чуть недоласкали, а просто его не хотели, ненавидели. И вот он живет, он уже взрослый, он говорит, я вижу, парень с девушкой идет, за руки взялись, мне уже тошнит от этого. И ненавидеть начинаю. Я понимаю, что они создадут семью, и, возможно, все закончится так. Вот это на подсознательном уровне оно живет. И мне пришлось, то есть мы там, и мы, и другие люди, мы с ним общались, рассказали ему, что такое, ну, как бы прощение родителей. Он говорит, а как я их прощу? Они умерли уже. Я не могу их простить. Да и не за что их прощать, они виноваты. Ну, вот он боролся с этим, потом все-таки достал из себя, там, через какое-то время, через месяц, да, он достал из себя, это он не просто достал, а он еще и пожелал им, ну, как бы простил и пожелал им счастья, да, вот такое. И попросил прощения у Бога за то, что сам вот гневался так. Но результатом стало то, что у него сейчас семья, многодетная семья, он работает на телевидении, вот, и действительно счастливый человек. Открыть другие способности, таланты, которые в нем сокрыты были, как закупорная бутылка была. Ненавидел весь мир, ненавидел себя, ненавидел... Все вокруг его пыталось укусить, а теперь он созидает, творит там музыку, сочиняет. Открыл ли он в этот момент для себя мир как дом? Думаю, да. Потому что он понял, что Бог в нем самом хочет навести порядок для начала. Разобраться с обидчиками, научиться их прощать, даже если они ничего не могут изменить, да. Во времена Второй мировой войны тоже много историй было, когда девушки и женщины, да, там, претерпевали насилие. Я просто знаком с одной из них, Розмари Клаунсен, она вообще крестница Гитлера была. Она приехала, ну, так, в интервью у нее брал, случайно узнал. Она приехала, говорит, простите, народ Германии, русские люди, там, ну, россияне, за то, что столько зла мы вам причинили. И рассказала историю, как она, будучи ребенком, видела, как один танкист отдал приказ и, в общем-то, по колонии беженцев там выстрелил. Она говорит, я ненавидела русский язык. Я ненавидела немецкий, она австрийка, ну, я и русский тоже, потому что для меня это ассоциация, вот я. Много страданий, и оттуда, оттуда. Ну, как так жить, я не знаю. И вот однажды тоже встретилась с Богом и поняла, что так жить просто нельзя. То есть, эти люди, может быть, уже умерли, их вообще нет в живых. А я продолжаю мучиться и страдать. Мне-то зачем это нужно? И вот у нее родилась такая идея ездить там. Ну, и не у нее одной, но вот она именно занимается. И вот она рассказала эту историю про танкиста. Через два дня она там, несколько дней, встречалась в Саратове. Это было она, потом в Самару приехала. И вот она говорит, подходит ко мне, пожилой мужчина, весь в слезах, говорит. Вот, ну, не знаю, я, не я, но я вот отдал такой приказ, зная, что нет военнослужащих. Ну, просто хотел вот зло выместить. И я слушал вас, и вы сказали, что вы прощаете от лица тех, как бы, людей, которым это было сделано. И говорит, я впервые вот за много лет у меня мир пришел в сердце. То есть, это нужно всем людям. Нужно слышать, что вы прощены. Это нужно и тем, кто... Но если их нет в живых, ну, нужно достать из сердца боль. Нужно вылечить рану. И Бог, он хочет повернуть сердца детей к родителям, а сердца родителей к детям. Это его цель, большая цель. Вот. И чтобы родители не просто, как тут отец в притче, сказал, ну, иди поешь рожков. Котину, да, как вы сказали. Нет, он действительно ждал его. Более того, я читал интересное, как бы, исследование, что в те времена, если сын так поступал, то жители деревни могли забросать камнями, потому что он действительно, как бы, ну, все, он умер для отца. Это уже не сын. Он его опозорил. И по традициям тех времен, все, он уже, его могли просто там забросать. А в сущности, еще и убил отца. По сути, да. Опозорил. Но он выбежал, написано. Не вышел, по-моему, выбежал. Выбежал, выбежал. На иконах очень интересно, на православных изображается, то есть, как изобразить бег. Вихрь одежды, который за ним развивается. А есть еще одна интерпретация. Чтобы бежать в платье, вот вы попробуйте пробежить, вам нужно поднять пол. А это тоже определенный стыд. Ну, ноги показывать там, не совсем-то уже это было. А он переступил через эти вещи для того, чтобы показать, насколько сильно он любит своего сына. На меня это тоже поразительно. Ведь сын все-таки знал, что он может прийти к отцу. Он знал характер отца. Что да, я не достоин быть сыном, но я приду, меня не убьют там. У него не было этого страха. А ведь многие дети, нашкодив, совершив ошибку какую-то. Да вот, недавно мы общались с учительницей, которая тоже поделилась. Она говорит, а я боялась домой прийти, если я двойку получила. Я знал, что у меня пороть будут сильно. Ну и что? Ну, в смысле, ну и что, что ты двойку получил, да? Ну, пороть сильно. Действительно, ну, а вдруг там до смерти, да? У детей, особенно у детей, да, у них ощущение, что если я допустил ошибку, то я уже не могу вернуться. Мне же не скажут, да, ты совершил плохое деяние, за это ты будешь наказан, но, соответственно, ну, я тебя люблю. То есть мы не можем разделить личность и поступки. У нас это все в целом как бы. Дмитрий Анатольевич, надо поставить многоточие. На сегодня наша беседа, к сожалению, подходит к концу. Мы очень интересно поговорили о категории дома, не назвав практически слово «дом» ни разу. Но я думаю, что общее представление и видение сложилось у наших телезрителей. Как всегда, напоминаю, что мы обычно встречаемся некими циклами для того, чтобы уточнить, конкретизировать поднятую тему. Поэтому в следующий понедельник мы встретимся с вами вновь. А с вами, дорогие друзья, прощаемся. Не переключайтесь, что называется. Приходите к нам в следующий понедельник. Храни Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова